Добрый вечер, приветствую всех на Территории Свободы, зрители телеканала AirLife и тех, кто смотрит сейчас на социальных сетях. Начну сразу с того, что попрошу тех, кто смотрит в социальных сетях, поделитесь, пожалуйста, видео, чтобы как можно больше зрителей, ваших знакомых и друзей смогли бы узнать, получить информацию с первого источника. На прошлой неделе мы наблюдали за тем, что происходило в Джорджу-Лештах, там за несколько дней произошло два возгорания в порту. И мы будем сегодня говорить о той ситуации, которая сложилась сначала 16-го, потом 20-го января, последние возгорания, сколько я понимаю, тушил ли 4 дня. И тут возникают, конечно, вопросы, почему это стало возможным и какие принимаются меры для того, чтобы ситуация больше не повторилась. И это будем обсуждать сегодня с моими гостями в студии. А мое приглашение приняли уже Ион Марару, директор агентства по техническому надзору. Добрый вечер, господин Марару. Инна Кашеру, депутат парламента, вице-председатель партии действий «Солидарность» по экологическим вопросам. Добрый вечер, господин Кашеру, вам студия знакома, уже родная. И господин Ион Булмага, директор агентства по охране окружающей среды Добрый вечер, господин Булмага. Сразу предупреждаю, программа будет идти на двух языках, и я считаю, что это совершенно будет нормально. Каждый гость будет говорить на том языке, на котором ему комфортнее будет излагать свою мысль. И первый мой вопрос будет буквально следующий. Госпожа Кашеру, вы 16-го, если я не ошибаюсь, сразу же отправились туда, и что вы там увидели? Что происходило глазами очевидцам? Информацию о том, что происходило в свободной экономической зоне, мы получили за несколько дней до инцидента, который произошел 16-го января. Ну, так как 16-го января уже произошел пожар на одном из бункеров со шротом, мы решили выехать туда и посмотреть на месте, какая ситуация и что там происходит. Когда проезжали через село Джурджулеште, в селе было очень много дыма, и было очень тяжело дышать. После чего мы доехали до свободной экономической зоны и посетили экономического агента Daniel Oil Company, который производит масло, и где находятся эти бункера с содержанием шрота. Нам объяснили в собрании, так как у нас состоялось собрание с администрацией этой компании, а также с представителями районного совета, Кагульского районного совета, нам объяснили, что эта ситуация уже длится некоторое время, и первые два бункера 15-го сентября... В прошлом году произошло обрушение двух бункеров. И когда мы туда приехали, это был уже третий бункер, который обрушился, самовозгорелся и обрушился. Руководство компании объяснило нам, что это произошло из-за того, что не были соблюдены правила по содержанию этого шрота, так как эти бункеры не были предусмотрены для шрота. И проект, который был разработан украинским проектировщиком, он не предусматривал содержание шрота в этом бункере. То есть они предусматриваются для других продуктов, но не для того, что там было помещено. Из-за того, что содержание бункера начало ферментировать, произошло возгорание, и руководство компании нам сказали, что у них не было никаких решений для того, чтобы предотвратить эту ситуацию по возгоранию бункера. Они обращались и к проектировщику, для того, чтобы выяснить, как можно избежать обрушения бункера, а также к властям, но не получили никаких ответов. И, в принципе, мы уже наблюдали то, что происходило сначала 16 января, а потом уже через несколько дней, когда обрушился четвертый бункер. Также руководство компании нас проинформировало, что один из бункеров уже был опустошен, то есть в нем нет этого шрота, и первый бункер еще содержит шрот, и там тоже происходят эти процессы ферментации. Сразу после того, как мы выехали в Джорджу-Леште, я вместе со своей коллегой, депутатом Марианой Кушнир, мы попросили государственные инстанции, которые должны контролировать ситуацию в свободной экономической зоне, проверить, что там происходит. То есть мы обратились в Министерство инфраструктуры регионального развития агентства технического надзора и в экологическую инспекцию для того, чтобы понять, во-первых, состояние этих бункеров, что там происходит и почему это произошло, а также экологическую инспекцию для того, чтобы провести контроль и определить уровень загрязнения в свободной экономической зоне. А также в селе, потому что там было очень много дыма. Чтобы все сразу мы не говорили в вашем первом ответе, господин Мариан, с точки зрения технической, агентство уже, насколько я понимаю, начало разбираться с этой ситуацией. Какая есть информация, что произошло и почему это стало возможным? Утасы, на 16 январе, агентство и онитяты за контроль, в опенат, по лиске проверки на доме не антинцидиар, в качестве в качестве в качестве в качестве и технической. В процессе контрол, уже сомнение, что проекты, в концептах проекта, это по-баттеру. Но и уделажа, все эти селосы, шесть бухгетов, они, после пашапорта технологии, были из Украины. Проект был из Украины, но был из-за того, что Республики Молдовы, для фирмы из страны. Проект был из 어用 запады для пашираа, вы можете сделать проектов. В проект, в проекте, стоит посетить селосы, в компонент, проектов эту часть, для прелукрая семина цифрова соар需要 с ураной мощностью, Но пастрая шуротовы имеют другие параметры и не соответствуют. И здесь с производством тот инцидент. По-другому, да, он был механизирован и на первом инциденте, где температура была оплачена, у них были инцидент. А с этим, информация, находится инцидент на первом инциденте с препятствий, и через это нечидент. А в данном слово, в инциденте являются. Инциденте в этом, что акции селу из-за该ной инцидент и, влазь приватие, и после, пётрами, влазь с употребляя уже после гривот figure. Но они не начали дважды, все Bengа и внуши, с препятствием, ротерами, по-трамске. Используясь ротари. Существа очень много. Начинаем, если мы относимся к антинцидиару, и коллеги в доме антинцидиару у них были очень много вопросов, по-другому, 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 по-другому. Я сейчас покажу еще одну фотографию, которую мне тоже нужно будет в вашем комментарии. Если можно... Покажите нам, пожалуйста, фотографии, выведите на экран. Если мы уж говорим о технике безопасности, непосредственно, когда идет уже пожар с цистернами. Режиссерская. Покажите нам, пожалуйста, на экране фотографии. Сейчас оттуда с места. 16-го числа. Есть или нет? Да, вы видите ее полностью на экран. Можете меня убрать. Я не обижусь. Вы видите, да, на фоне возгорания цистерны. Что в таких цистернах перевозят? Мы знаем, да? Их не отогнали. Вот там пожар. А вот там, видите, стоят цистерны, в которых обычно возят компустибил то, что называется. Как нам за этим... Вот это как нам нужно было воспринимать? Вы видели это, госпожа депутата? Сколько я понимаю. ...проекту дат не примет кондициили технице для Калиа Феррата. Таким образом, это объект industrial-перикулос. Но это не требует, потому что он не регистрирует нашу, объекта industrial-перикулоса, в определенные критерии. Потому что не стало так, что селосы даты будут пастаться на макуке. Пусть и просто цириале. Калиа Феррата не дала кондициили технице. Но не с датом, не с датом, но с датом, с бенефициаром тереновым. Потому что, если мы говорим на качество и актилов пермисив, в 2020, когда с оборудованием и оборудованием, в которой были лея в игру 163, в том, что, когда в зоне специале, где не были регламены документации urbanизм, есть необходимость для оборудования оборудования оборудований с оборудованием с оборудованием медицинопревентивным делом экологии, делом помпиер в Салватории. Это большинство проблем. Согласна. Но я думаю, что тут и вопрос у меня будет потом уже в письменном виде я заправлю к генеральным спектурату по чрезвычайным ситуациям. Потому что, если вы проводите тушение, то необходимо увидеть, что рядом стоят вот такие огромные цистерны и найти возможность их как минимум подальше отогнать от источника, чтобы там не было никаких, даже близко не было возможности соприкосновения и создание дополнительных осложнений. У меня на следующей неделе в программе будет директор железной дороги. Я ему тоже покажу вот эти цистерны и спрошу, много ли у железной дороги в запасе цистерн, чтобы вот так вот, когда рядом пожар, их спокойно они оставались рядом. Теперь, относительно того, что происходило с воздухом. Насколько я понимаю, мы сейчас будем связываться и с примаром села Джуджулеште, но жители гораздо раньше почувствовали оттуда запах, происходивший, еще до того, как непосредственно началось возгорание. Поступали ли информации, что там что-то происходит не так, что происходит загрязнение воздуха, что воздух нет того качества и что необходимо выехать на место проверять ситуацию или нет? Да, evident, а фото solicитали даже, дин партия Примарии, localитетей. Мы сделали демерс кэтре Министерилу Экономии, потому что это целая операция или для того, получить доступ в зону экономичную Экономию требует неапарат ка са обтинем пермисиуне а Министерилу Экономии. Да, а фото, а шоа, а шоа, да, вреау, да, 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 ответит де экспертиза экологическая эффектвотона оданск электрилу Экономии цzn. есц. для эмисии в аэроатмосферик, для стурсов. Что означает это? Требуется в инвентарирование стурсов для эмисии, в базе этого, чтобы получить авторизацию, чтобы получить плата для полуария, и, однажды с экспертизацией проекта, экспертии от Агентства Медиума имеют в основе то, что, включая дистанта из зоны Силитебе, дистанта из зоны, че implicа ацел процес технологич, че даунии ар путия апареа в урма инкалкарии процесулы технологич. Деаея, в момента в январе нам эффектуат контролу ла фааа локулуи, са constатат, ла solicитариа примариеi din localitate, са constатат че агентулы экономик избега на ум CanононоVO о denen механите продуката, не зат tok мое мотоите определено, само правым че не так. агент зоны получила д官л с артикул 4.10, если я не знаю, в Леге 131, с контролем из-за активности депринзотов. Агентные экономики, когда они садят или они садят активность, в первые три года контролем из-за solicитания и только под aspect consultатив. Агентный экономик на который садят в эфире в эмисионе это резидент в зоне экономики в Либире в Георгиулеште в 31 декемре 2019, даке не грешеск. Деянея, noi ампутут са интервеним доар ла solicитая авторитетилор публите локале и, деянея, им приума куеи им мобилизат, дупе cum кунуащтец, и колеги дея Агентия демедиу в ведереа мониторизарии и преливари мострилор деяя, каре, ла ранду лау лау solicитат и апортол колегилор дин Романия. Первая информация, которая поступала по качеству воздуха, говорила о том, что воздух там чистый, дышать им можно и больших изменений нет. Уже потом стали признавать, что да, люди уже поехали туда, уже сказали, что здесь нечем дышать, когда вдруг агентство медиа сказало, да, действительно, воздух не того качества. И надо признать, что нам уже из-за прута говорили, вы нас тут сейчас задушите, там таможня не могла работать нормально, им нечем было дышать, пока мы тут догадались признать, что воздух не того качества. Теперь, если у нас на связи есть примар, есть, да, вы на экран меня, пожалуйста, выведите, потому что я хочу задать несколько вопросов госпоже примару. Тобереча, господа Татьяна, мы договорились, что я буду спрашивать вас на русском, вы мне можете отвечать на румынском, это не проблема. У меня вопрос такой, насколько после вашего обращения о том, что происходит что-то, что сложно с воздухом, что нечем дышать, что гражданам сложно, как быстро отреагировали действительно государственные органы на вашу обращение. Буна сеара. По-моему, по-моему, я, если бы, я хочу, чтобы я поделать все органы и медиа и посты и телевизиуны которые у медиатизировали проблема у нас из-за Георгиулейши, потому что, я считаю, что они были аузы. Демерсу отреагировали отреагировали и отреагировали где-то вот в начале эта проблема missing первая Георгиулейши. И как видите, подъезд уже фумы отреагировали измут отреагировали новые и дуга отреагировали минералы есть одiseозоз и органы и и и и дам Которые порты Распределяют Ачисты А было ли предложение Насколько я понимаю Находясь очень близко А я совсем недавно была в Джуджулеш Мы как чувствовали, что не зря туда съездили Я посмотрела расстояние от порта до населенного пункта И как расположен этот населенный пункт Было ли предложение Потому что воздух там действительно уже тогда был Когда я ездила перед Новым годом Довольно специфический имел запах Я представляю себе, что там было Когда горело непосредственно И когда все это тушили Поступило ли предложение Хотя бы о временной эвакуации граждан Которых проблемы со здоровьем Там много пожилых людей Например Было ли предложение со стороны Совета районного Или еще каких-то структур Хотя бы о временной эвакуации На период пока закончатся работы Связанные с этим происшествием Пока воздух очистится Потому что, насколько мы понимаем Все эти выбросы для людей У которых, к примеру, астма Давление высокое Проблемы с дыхательными путями Они могут привести очень резким Плохим результатом Извините, если я так выражусь Или нет? Или никак не реагировали власти? Ну, мы, в начале, им засизировал По факту, что в процессе процессу до волнения засоривания, это было вне того, что, вне того, что происходит вне зелёжных средств, когда вне зелёжных средств, когда мы сезали, потому что периодически, мы мироасы, когда процесса начальника засоривания, не смогу в воздухе в воздухе в воздухе в воздухе нижней не смогу найти, но разве ведь времени обрабатывать что луна а врача ваше и доставленного ума врача и врача которые ума проблемы врача не с врача не врача и врача траспортно зашли с чему ногои не с а и с а ногои а а а тримит с сестизирование, дамы Бордужа, только сегодня мы получили ответы на нашу ответственность. Мы получили в начале декабря, и только сегодня. Распансы и в том числе, месурные которые были интепринты, что с асистат активность интеприндерии, что Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 Д С groupe ДimaTorzok Я думаю, что прокуратура генерала, в процессе исследования, в процессе обращается и на этот факт, иначе, как сказал и коллега мой, в первую очередь, он, в первую очередь, он интересен, чтобы улучшить персоны, чтобы улучшить о статистике, чтобы улучшить регистрии соответствующие, но, уже, это очень важно. Да. Это очень важно, что в случае аварии, вважно, в следующей неделе, улучшить персоны динамику, чтобы улучшить, чтобы улучшить, чтобы улучшить регистрии, иначе, как я знаю, в первую очередь, после того, в первые, в первую очередь, сформировалась группа, где у них были, У нас есть предыдущий район, комиссия эксцентная. У них были, мне кажется, invитаты и коллеги нашли из СУД. В последнее ГСУ, у них были другие комиссии. И они уничтожили, в комиссии, и у нас были две коллеги нашли из Центра, где они были экспусы и уничтожили документацию проекта. Это стемограмм, это процесс вербал. На 15 январе, пока мы не имеем контролы, мы не получили clarит, как они получили. У других экономически свободных зонах, господин Ворару, вы имеете в виду? Да, это регистрируя. Мы получили регистрируя на объекты индустриальные перечисления. Они около 46 на номере, которые не активизируют активы, но, в основном, которые, в основном, которые в основном, в основном, в обеакте индустририи, мы их видим, Мы контролируем пакет, а контролируем. Controlажный контроль не имеет, но удобно, не имеет свойств, а мы сомнятим, чтобы матери активы действия от экономии экономики. Да, у нас много случаев, у нас нет успеха, И у вас есть возможность проверять работу в других свободных зонах экономических? То есть нам необходимо пересмотреть этот закон? И не только этот, но и закон о свободных экономических зонах и 131 закон, потому что здесь везде есть преграды и везде есть... Нет, я сейчас объясню свою точку зрения, почему для меня эта тема важна. Я всегда за то, чтобы бизнес имел возможность для развития. Я всегда за то, чтобы государство, если не может помочь, чтобы не мешало. Я вам честно скажу, я за такую позицию, потому что это рабочие места, это доходы в бюджет, это то, что необходимо для развития экономики страны. Но есть черта, на которой я всегда перехожу на сторону государства. Эта черта называется безопасность. Это безопасность труда, это безопасность жителей в данных районах. И в этот момент необходимо ставить безопасность превыше всего. Здоровье граждан, безопасность труда, и, честно говоря, когда у нас один-единственный порт, это еще и имидж государства. Потому что я не зря в самом начале сказала про Румынию, у вас есть информация, да? Мы чуть не получили еще и скандал с соседями, которые тоже задыхались, госпожа Кошеру, или я сейчас ошибаюсь? Ну, это смотря, куда дул ветер в эти дни, да, когда один бункер падал за другим. В один день дым, он накрывал все село Джорджулешты, в другой день он летел в сторону города Галац. То есть здесь, конечно, надо быть очень внимательным, потому что это не только свободная экономическая зона, это трансграничная зона. А мы хоть что-то объяснили, извинились, разговаривали? Мне просто интересно, как мы отреагировали на то, что мы создали, в том числе и жителям Галац, такие неудобства. И нашим жителям, и тем жителям. Понятно, что это ситуация эксцепсионала, да, что это чрезвычайная ситуация, но это не отменяет добрососедские отношения и человеческий подход. Да, мы обращались к Министерству окружающей среды в Бухаресте для того, чтобы они нам помогли в этой ситуации, потому что у нас, к сожалению, нету даже лаборатории, которая могла бы определить уровень загрязнения воздуха в таких ситуациях. Еще раз, у нас нет лаборатории. Нет, нет лаборатории, у нас есть уже законодательная база, у нас есть новый закон о воздухе, который был принят согласно соглашению об ассоциации. То есть это новый закон, который был гармонизирован с законодательством Европейского Союза. Но нам еще надо закупать и лаборатории, и оборудование для того, чтобы измерять качество воздуха в самых загрязненных точках нашей страны, такие как Кишинев, Бельцы, Резинорыбница, Порт и так далее. То есть надо это все еще и закупать, и устанавливать. Поэтому у нас нет оборудования. И мы запросили помощь у наших румынских коллег. Они нам помогали своей лабораторией. И вот они нам как бы и выдадут эту информацию о том, что там произошло, и каков был уровень загрязнения в Джуджу-Лештах и в трансграничной зоне. После этого нам надо было бы извиниться, естественно, потому что мы как бы создали дискомфорт и для наших соседей. Депутаты имеют возможность влиять, когда особенно принимают законы, связанные с бюджетом. Я была, еще раз говорю, я проезжала ту местность, я увидела и специфику рельефа, где находится этот населенный пункт. И я видела своими глазами нагрузка какая-то на дорогу, какое количество тяжелого транспорта. И мне кажется, если придет министр господин Спыну, я его тоже передам, но я очень поддерживаю обращение примара и жителя села, что там необходимо каким-то образом делать либо объездную дорогу, либо специально отдельно подводить для порта. Потому что в населенном пункте в этом действительно очень-очень сложная ситуация экологическая. И учитывая большое количество тяжелого транспорта, который проезжает, там, я вам скажу, и дома выглядят иногда. Они не выдерживают такую же нагрузку, как это было с другими. Но теперь мой вопрос буквально будет следующий. Какие пошаговые действия сейчас ждут владельцев этого порта, этих резервуаров? Кроме того, что они сказали, что сами снесут, кроме того, что там будут проходить инспекции, что дальше? Депутаты будут работать совместно с агентствами над изменением законодательства. Вступившие в силу новое измененное законодательство, дальше вы будете работать с кем? Выходить обратно на владельцев этого порта? Или как? Вот что мы сейчас должны ожидать? Потому что я обязательно сниму программу, потому что было сделано и как прошло, какие изменения? Да. В процессе нашим контролем Агентства Гири Техники, мы дадим на компактимент предскриптии демонтрия, демонтрия или демонтрия, а не только селозами, и адаптация ажа на функционирование. Уже у нас есть новый проект, реконструкции, мы предлагаем новые селозы для функционирования. Примария, да, есть авторизация. Есть авторизация. ФРН ЛИПСА, ЛИПСА ВИЗБУР, НЕЧЕСАРИТ. ПЕНТФУНКЦИОНАРИ, НСША, ФАБРАКИ, КОМПЛЕКСУЛИ, ПРАНУКРАЛИ, ФАБРАКИ. Я это уже поняла, что они не выдержат, они не предназначены для долгого хранения, даже долгого хранения. Я еще раз говорю, что я советовалась там смотрела, честно, с другими тоже людьми, для того, чтобы они мне объяснили, в чем разница, что они бывают двух типов. Есть один тип плоскодонный с вентиляцией, в котором можно хранить долго, а вот такие конусообразные, они для кратковременного хранения, допустим, для перезагрузки и чего-то еще. Вот это то, что поняла я из этих, хотя я не специалист. Соответственно, эти, если использовать для кратковременного хранения, их не надо сносить, если я правильно понимаю? Ну, категорики интервью, Сашатепур, или НУСПОСТРАЯТ ПЕНТРУШРОТ, или ПРАНУЗАТ ПЕНТРУШРОТ. А, для ШРОТа нельзя использовать. А если туда это шпорт, если их туда загружать зерно, то они могут работать? Да, или держать диструс. Все? Да. То есть полностью сносить, делать новый проект, согласовывать по всем инстанциям и выстраивать все заново? Да. И экономический ущерб? Возмещать экономический ущерб согласно тем результатам, которые будут уже объявлены. То есть получат экономический ущерб и компания, и порт, и все получили в результате? Респонсабель, если делать экономика. Но они не отказываются от этого. По крайней мере, об этом говорится в их заявлении. Они признают, что... Они признают свои ошибки, да. Признают свои ошибки, идут на сотрудничество с селом, пытаются наладить контакты, потому что, да, ущерб, который... Я вам хочу сказать, что это не все экономические агенты так себя ведут, это вообще редкость на самом деле. Потому что вот сейчас у меня будет вторая часть программы, и там я буду говорить о том, как не признают до высших, до последних судебных инстанций. Даже нарушая закон, все равно не признают, что они нарушают закон. Поэтому, если тут компания признает, что имела место ошибка техническая, еще какая-то, то это уже большой плюс, если они еще идут навстречу государственным структурам. Но из того, что должны понимать сейчас жители не только Джуджулеш-Закогульского района, но и жители всей Республики Молдова, что все государственные ведомства, которые должны проследить за ситуацией, уже на этот раз доведут все до конца. По закону. И даже внесут изменения в закон для того, чтобы исключить базовые возможности. Совершенно верно. Я правильно понимаю? Да. Министерство экономики, уже у нас есть модификация, уже 116-151. У нас уже все операции экономики, которые принадлежат, будут регистрации. И ваше агентство тоже будет выполнять до конца и вы ступаете предложениями? Да. Ну и мы смотрим презприптилилии acordать на артуре контроле, в процессе вербал для контроле. Но это очень важно, после того, что, после того, что будут ликидаты консичные аварии, начали... Существует акен новую проект в том, что начались десклисы то, есть процедуры, дальше, чтобы спать экспертизии экологические derivative. И через это и не дулай, что и о том, что, генерал экономика экономика по себе экспертности в действие тех пор, и о том, что будет ликидата, в комиссии, генерал обещал обещает тега, Вопрос в том, как вы говорите, как был выполнен этот проект, как был выполнен этот сертификат для урбанизма, но это компетенция органических древних, которые сейчас, как вы говорите, вспомнили. — Госпожа Каширо, я задала вопрос к госпожи Примару, вы слышали, но я хочу все-таки, чтобы у нас как-то рассматривался, вам как депутату говорю, я не знаю, есть ли у нас на самом деле закон такой, но мне кажется, что когда вот такое качество воздуха, государственные структуры обязаны предложить эвакуацию в другой район или в другой населенный пункт. Потому что, ну, чего мы там ждали, когда там совсем уже нечем будет дышать? — Вы знаете, когда я была в этом населенном пункте, я находилась там где-то полтора часа, мне стало очень плохо, и у меня нет никаких проблем с дыхательными путями. То есть я понимаю, что люди, которые там живут, они просто были в очень затруднительной ситуации. Мы должны... — Почему районный совет не выступил и не предложил ничего? Мы думаем о людях? — Мы должны обязательно это обсудить, и при таких ситуациях должны быть обязательно предприняты меры для того, чтобы предотвратить включительно и те случаи, о которых вы говорили, например, если у кого-то астма или бронхиты. — Дети. — Да, могут быть совершенно плачевные ситуации, поэтому надо исходить из европейских практик. То есть для этого есть протокол, я уверена в этом, и согласно протоколу надо действовать, то есть надо защищать людей и здоровье людей. — В таком случае, если вы говорите, что есть протокол, и на поддействие с протоколом, а госпожа примар говорит о том, что не было таких предложений, хотя люди чувствовали себя плохо, и дышать было действительно нечем, и вы там были на месте, и вы свидетель, подтверждаете. — Означает ли это, что будут разговоры с властями района? Я понимаю, что у нас в стране есть принцип разделения властей, по крайней мере он заявлен, хотя, если говорить честно, не работает. Ну окей. Означает ли это, что вопросы к руководству района в том числе будут? — Будут, конечно, будут. И к районным властям, потому что если были бы сигналы и от районных властей в госучреждения, мы бы могли отреагировать быстрее. Потому что я то, что увидела на месте, это была очень запоздалая реакция. То есть мы уже ознакомились с ситуацией тогда, когда практически эти бункеры, эти резервуары, они были потоплены. Потому что 16-го мы были свидетелями разрушения пятого бункера, если не ошибаюсь. И через несколько дней, после чего мы смотрели на второй бункер через тепловизор, и нам пожарник показывал, что там уже есть очаги возгорания внутри 20-го или 22-го, какого он уже тоже обрушился. — А у меня вопрос. Если вы 16-го были там и видели, что в другом уже есть очаги возгорания, тепловизор это показывает. Почему не были тогда предприняты шаги, чтобы 20-го не было возгорания? — Да. То есть шаги предпринимались, но не было технической возможности, не нашли возможность открыть и для того, чтобы его скрыть раньше. И именно поэтому вы настаиваете на полной демонтаже, для того, чтобы вообще исключить любые такие подробные возможности. Мы узнаем в итоге, кто виноват во всем этом? Комиссия будет работать дальше? Да. И доминокалитет, да. Мы узнаем, да, кто виноват. И, естественно, если кто-то будет виноват, то должны быть и последствия. Нет, я понимаю, что у нас за все несет ответственность экономический агент. Я понимаю. Но я думаю, работал там тоже, ему давали какие-то разрешения, кто-то ему разрешил все это выполнять. Правда? И я думаю, что разрешение это давали тоже какие-то государственные структуры. И кто-то что-то подписывал. И это тоже, я так понимаю, будут проверять. Предыдущие годы, когда он же работал не один год. Ну, слышал, есть пасекарит. Урмя здесь константы. Понятно. Все будет проверяться, да. Потому что, как уже все поняли, большинство разрешений не было получено. В принципе, этот экономический агент работал без разрешений. Я не знаю, как это было возможно. Здесь тоже есть вопросы. Потому что, если у него не было разрешения, его надо было восстанавливать до тех пор, пока он не получит все эти разрешения. Но, опять же, свободная экономическая зона. Мы сталкиваемся с этой стеной. И здесь надо все поменять, для того, чтобы можно было быстрее реагировать на все эти ситуации. То есть, если нет разрешений, то неважно, где ты находишься, в свободной или не в свободной экономической зоне. Я совершенно согласна с вами, что экономических агентов надо поддерживать. И экономический сектор — это обязательная часть развития страны. То есть, бюджет страны, он должен формироваться, включая и налогов, из экономического сектора. Но мы должны все быть уверены в том, что все действует согласно законодательству. У всех есть технические разрешения, экологические разрешения. И вот это заявление мы увидели и от премьер-министра страны Натальи Гаврилицы, которая объявила, что мы будем разбираться с этими свободными экономическими зонами и вообще смотреть, есть ли у всех технические разрешения, экологические разрешения для того, чтобы соблюдать законодательные задачи. То есть, у возглавляемых, представленных здесь структур, и не только у этих, сейчас впереди еще много работы. То есть, мы не будем ждать пока у нас будут новые возглавные проблемы, да? Дома Рарухтиш, добавить, потому что мы заканчиваем. Это я, что мы уже говорим, что мы уже говорим о графике, что мы уже говорим о том, что объекты, даже если они не входят в анец. Леги с объектами индустрии периколасы. Мы говорим о том, что они должны, потому что многие объекты уже, как я говорил, что они не знают, никто не знает, что они функционируют. У нас есть многое предложений для всех предпринимателей в Молдове. Потому что все агентства экономики, которые они знают оборудование, которые они знают, что объекты функционируют, и может, что они помогают, что они не comunicают, что они учитывают, что они знают, что они знают, что они знают. Я благодарю вас за то, что вы нашли время, приняли мое приглашение. Я знаю, что не все государственные структуры соглашаются приходить иллюзионные студии, представители. Поэтому еще раз благодарю вас. Нашим зрителям хочу сказать, что мы будем продолжать следить за тем, как будет развиваться ситуация, как будут работать комиссии, что будет происходить, и не только в этом направлении. Опять же, потому что на самом деле экономическому агенту должно быть выходно работать в безопасных условиях, потому что тогда не будут случаться такие ситуации, потому что тогда будут хорошие рабочие места и хороший доход. А когда мы пытаемся где-то как-то что-то недоделать или недосмотреть, всегда получается, что платить приходится дважды. К сожалению, что в жизни, что в бизнесе, ситуация одинаковая. Мы уходим на рекламу. После рекламы мы вернемся в студию с другими гостями. Через три минуты мы будем выговорить о проблемах Кишнева и моей любимой гостинице «Националь». Не переключайтесь.